всем привет друзья вы на канале воин и здесь я рассказываю вам самые свежие новости из мира бокса и ммэй у нас как всегда нет рекламы и выпуски уходят каждый день друзья большое спасибо за вашу поддержку мы начинаем погнали экс-чемпион wbc в первом полу легком весе стресс-катсо рунгвисай победил амната руин роинга поединок прошел в таиланде в рамках промежуточного веса до 54 с половиной килограмма рунгвисай победил единогласным решением судей таким образом рунгвисай закрыл поражение от хуана французской эстрады в котором потерял пояс wbc мощным нокаутом завершился бой между французами миланом пратом и джонатаном акито поединок первого среднего веса стал главным событием вечера бокса который прошел 30 июля в париже бой был рассчитан на шесть раундов но завершился в третьем победы прата нокаут уже внесен в кандидаты название лучшего в 2020 года журналист шон джонс прокомментировал нежелание сауля альвареса драться с митрусом андрейдом каннелло никогда не пытался устроить себе бой с андрейдом и это явно признак того что он его боится каннелло не может дождаться старости андрейда и подраться с ним потом как это было в случае с головкином потому что андрейд примерно одного возраста с каннелло также 23-летний американский проспект второго среднего веса эдгар берлинга который четыре года бил весьма посредственных оппонентов и ископил при этом угрожающий стопроцентно нокаутерский рекорд думают встретиться в ринге с аулем альваресом пасом крупного супер средневеса еще чуть-чуть и он будет готов сразиться и одолеть каннелло мое сумасшедшее уважение каннелло сейчас он лучший боец в мире но я буду готов к встрече с ним через полтора года чемпион wbc в легком весе дэвин хейни неоднозначно обратился к василию ломаченко в своем твиттере он опубликовал стикер с глазами и отметил украинца на фоне того что бой ломаченко с теофема лопосом оказался под угрозой срыва это может означать что хейни предложил свою кандидатуру ломаченко президент и и все дэна вайт подтвердил что конор макгрегор принял вызов который бросил ему хамза чимаев до его сообщение твиттере было для хамзата но пока нет заинтересованности в этом поединке давайте подождем пока закончится этот год вы знаете что конор хочет получить бой с хабибом у него 24 октября бой так что посмотрим сказал уайт однако журналист и spn ариэль хильвани опроверг эти слова по его словам он лично общался с конором и получил подтверждение коротко пообщался с конором он заявил что его твит я принимаю не было хамзати чимаеве несмотря на то что мы слышали накануне тем не менее он отказался уточнять кому обращался на самом деле а на этом у меня все друзья пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом мне будет интересно узнать ваше мнение ну и подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и ставьте ваши бойцовские лайки всем крепкого здоровья и удачного дня жмите на колокольчик и ставьте ваши комментарии Продолжение следует...